Всем привет! Меня зовут Арига-чю, и вы на канале Арига-чю Парудо. Сегодняшнее видео о том, как я буду делать нюдовый повседневный макияж. Он вдохновлен японскими тенденциями, и об этом меня уже просили, поэтому снимаю. Также напоминаю, что я не мейкап-артист, ни в коем случае и мои скиллы где-то на уровне обывателя, а может быть даже ниже. Поэтому будьте терпеливы и не судите строго. Ну и давайте начнем. Первым делом я возьму базу от ATSAM, это корейский бренд. У меня сухая кожа лица, поэтому база для меня это и увлажнение, и вообще очень приятный шаг для моей кожи. Она линененькая, и вообще я пользуюсь ей в первый раз. Если честно, то база меня не сильно впечатляет. Посмотрим, как будет с макияжем, но я люблю более легко распределяющиеся текстуры, более жидкие. Это уж очень густая какая-то. Вместо тонального у меня сегодня кушон от Katkin, светлый оттенок. В принципе, мне очень понравилось. Единственная проблема в кушонах, то что они быстро заканчиваются. Но это проблема всех кушонов, за то, как удобно их наносить. Никаких проблем. У меня уже заканчивается, и я хочу заказать тоже от Katkin, но на Алиэкспресс. Подружка, вези в магазин и больше Katkin. Извиняюсь, у меня сегодня снова хорошее настроение, поэтому я сегодня могу быть чересчур активной. Кстати, может посоветуйте базу под тени, потому что я все хочу купить, и все зависаю на выборе. Потому что у меня есть палетка, которая вообще не работает, ни с консилером, ни с чем. И я получила миллиард комментариев в ТикТоке о том, что вы используете базу под тени. Ну, че ты? Че ты? Поэтому я хочу купить базу и попробовать ту порядку с базой, но пока никак не могу выбрать, какую взять. В принципе, можно любую, бюджетную, небюджетную, но ту, которую я сейчас могу купить или заказать. Надеюсь, что подскажете. В принципе, для повседневного макияжа не обязательно использовать консилер, но я пользуюсь всегда. Поэтому возьму консилер от Catrice Liquid Camouflage. И на глаза, чтобы тени лучше наносились. Кошмар умное лицо. Как будто намного светлее, чем тело. Но ничего, впереди еще будет контуринг, румяна, я думаю, оно потемнеет. Но пока я как фантомас выгляжу. Как минимум в камере. И так как у меня хорошее настроение, я возьму пудру от Hourglass, сияющую. Многие мои знакомые с жирной кожей не понимают вообще, что такое сияющая пудра. Пудра должна мотировать. Извините, мне мотировать нечего. Мне нужно только немножко рассеивать свою кожу. Брови сегодня я тоже не буду трогать, потому что на самом деле я очень часто забываю их накрасить, потому что по челке их все равно не видно. А челка уже почти отросла до нормальной длины. Надеюсь, что к выходным будет совсем хорошо. И я нормально выступлю на пэте. Берем самый светлый оттенок и наносим на все веко, чтобы по нему уже все хорошо тушевалось. Теперь небольшой кисточкой я беру темный оттенок. Это, кстати, палетка Color Rose. Надеюсь, сегодня я не буду путаться на званиях брендов. И вдоль линии роста ресниц немножко затеняем. Можно не сильно стараться сразу тушевать, потому что более светлым оттенком мы все это еще потушуем. Можно чуть-чуть удлинить, если вы будете рисовать длинную стрелку. Если нет, то можно где-то тут и закончить. Я пока даже не знаю, хочу я длинную или нет. Второй глаз я, конечно же, нарисую за кадром, чтобы не мучиться. Дальше берем оттенок посветлее, другую кисточку и уже растушуем то, что у нас получилось. И этим же заполняем оставшийся наш век. А то же самое веселье делаем и с нижним веком. То есть сначала темный, потом тушим тем, что посветлее. Это можно было сновременно, просто я забыла. Мне кажется, что те, кто не красит нижнее веко, немножко недооценивают это. Потому что нижнее веко делает глаз больше, если оно накрашено. Ну и вообще-то просто красивенько, я считаю. Но если вам не нравится красить нижнее веко, не красьте. Это же макияж, у меня нет никаких правил, никаких задач. Ну, если вы их сами не ставите. Я, например, себе ставлю задачу раскрыть глаз. Хотя вот сейчас, мне кажется, он стал меньше, чем вот этот. Но может это просто вопросное расстояние такое. В любом случае, ресницы все сделают идеально. Теперь давайте возьмем блестяшку и ей уголочек и под веком рисуем. Мне кажется, все мои макияжи как-то так и выглядят. Я ничего нового не придумываю. Колечневый карандаш и тут хаус, межресничка. Искра, буря, безумие. И китайская подводка с Вэдберрис. Все еще я ее очень люблю. Покупаю уже не первый раз. Рисуем ей стрелку. Тонкую. Надеюсь, у нее получится тонкая. И неважно, длинную, короткую, какая вам нравится. Я посмотрю, когда я захочу остановиться. Когда вы носите вот тут, вот тут, то вы ее просто прям плашмя, не сильно прижимая, ведите. И будет рисоваться ровно и красиво. Вот так вот, прям вот так вот, не надо. Надо вот так вот. Ну, я думаю, вы это и так прекрасно знали. Не знаю, к чему это я сейчас сказала. Теперь берем коричневые тени или скульптор. Я уже много раз говорила, что я рисую это скульптором. Заполняем. Вот тут вот. И осталось нам немножко подчеркнуть на Миде Бокуру. Я это делаю, потому что это добавляет объема. Больше мне ничего не надо. Мы с вами не пытаемся быть похожими на японцев, корейцев, китайцев. Мы пытаемся сделать симпатичный макияж, который нам нравится. К минимуму, так как я крашусь, мне нравится. Если слишком темно, берем светлый оттеночек, кисточку, и чуть-чуть затушевываем. У меня ресницы не очень, поэтому керлер. Он мне тут тоже не нравится. Нужно купить новый, потому что он почти ничего не подкручивает. Керлером мы не вот так вот делаем, а вот так вот. По-другому у вас точно ничего не забьется. База от Эвелин. Без нее никуда. Сейчас немножко подсохнет. И нанесу коричневый тушь от Colorose. Кстати, очень хороший вариант на поседневный макияж уйти от черных косметических продуктов, таких как карандаш, подводка, тушь к коричневым, где, может быть, немного красновато-розовые оттенки. Издали это выглядит примерно как черное, но мягче, нежнее. И мне, на самом деле, намного больше нравится. Я уже давно покупаю себе все коричневое, а не черное. А сейчас я накрашу второй глаз и вернусь с вами уже доделаю оставшиеся хайлайты, румяна, губы. Я закончила рисовать второй глаз. И макияж глаз окончен. Теперь нам осталось хайлайтер, губы, контуринг. Контуринг у нас это палетка Flower Nose. Все ее знаете, Love Beard. Хайлайтер, как всегда, juicy. Он очень естественный. Я наношу на кончик носа, вот сюда, над верхней губой, на подбородок немножко. И вот здесь. И вот тут. Мне почему-то очень нравится, когда блестит вот тут. Как человек с сухой кожей, мне вообще очень нравится, когда лицо блестит. И мои знакомые с жирной кожей меня в этом не понимают. Если бы была моя воля, просто вот так вот все лицо замазала. Хайлайтер Candy Doll. Многострадальный. Ну, куда-нибудь вот сюда под глаза. Они почти не видны ни на фотографиях, ни на видео. Но в жизни очень освежающий естественный румянец. Еще можно тоже надсюда и на подбородок. Добавить свежести. Губы. Что же мы сделаем с губами? Я нанесу вот этот блеск от Jill Stewart. Он очень густой и плотный. Как видите, это блеск. Просто блеск. Он божественный. У Jill Stewart вся косметика пахнет розой. Причем не химической, а очень приятной. Хотя, для кого-то любая роза химическая. Этот блеск заполняет все неровности, все складочки. Нелипкий. Ну, немножко липкий. Учитывая его густоту, он нелипкий. На этом макияж закончен. Ура! Вот так, кстати, выглядит моя рука после макияжа глаз. Это все тени. Спасибо большое, что посмотрели видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Пишите еще, какие видео снять. И все, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok